И вот мы пришли в место, где будет проходить весь фестиваль. Эти шикарные просторы все выделены лишь под музыку, тусовки и активити. И справа, да, и слева, покажите слева, будут проходить фэшн-маркеты. Можно будет купить одежду белорусских дизайнеров, посмотреть, на что они способны и какие они осуществляют хитроумные вещи. И вот это очень легендарное место, дом Деда Мороза, где Дед Мороз встретил свое детство, провел юные годы и познакомился впервые с зимой. Вы похлопаете, кто там никого нет. Спасибо. Дед Мороз очень любит высаживать цветы разных цветов. Желтые цветы. Вот, пожалуйста, это же ботанический заз. Здесь есть розовые цветы, синенькие цветочки и с комариком. Цветок с комариком. А вот здесь будет тусовка происходить. Как вы видите, организаторы уже украсили деревья, чтобы вам было веселее. Каждая деталь здесь подчеркивает красоту фестиваля. Какие замечательные ленточки есть, атласная ткань. Всех цветов радуги. И здесь можно будет танцевать, главное не портить природу. Играют музыканты, здесь там семьи, как помните, там моют руки. Дед Мороз сидит в избушке, вы танцуете и зажигаете там под рок-н-ролл. Я еще нашел одно уникальное место. Когда человек танцует, зажигает под рок-н-ролл, у него сразу становится такой вопрос. Вот туда можно сходить. И все это будет качать, все это будет двигаться, все это будет оживет, оживет. Как будет оживить, что так вы никогда не видели, как это все живет. Вот сразу мы вам показали. С той стороны не показывай, мы на прошлом фестивале показали, так люди не пришли потом. Вот так покажи, и все, а внутри. А внутри не надо, все. Дети, невоспитанный ребенок, вот, например, выбросил мусор, чтобы так не было. Мы идем и выбрасываем мусор, выбрасываем в мусорку. Дед Мороз с самого детства делал так. А в мусорке уже Вероника, посмотри, Вероника в мусорке. Привет, Вероника. Привет, пацаны. Если у вас очень крупногабаритный мусор, который, случается, есть, специальный контейнер. Простор какой. Можно куда хочешь. Можно идти куда хочешь. Так, вот игру строить. Вот так вот. Вот так, йоги так, кстати, буду делать. Мы покажем, есть йог, специальный отдохнуть лег. Мы пришли на диско-танцпол. Этот мост приведет вас к успеху. Вы станете самым настоящим тусовщиком, пройдя туда, в центр этого острова. Диджей Зевс, например, вон. Вот так, если посмотреть. Да. Его подруга Гера и Герострат. Это... Пошли, пойдем посмотрим. Очень хороший спот для фотографирования. Вот, покажи, как мы будем фотографировать за дне. О, типа, долбок. О, какая женщина. А там играет диджей, продолжает играть. Скамейка, все сидят. Мы не курим здесь, мы просто сидим, чай пьем. Так. О, какая статуя. Все сидят, обсуждают. Как вам нравится эта вечеринка? А этот говорит, ну, вообще класс, вообще все. Понял, вообще я так пришел. Я такой счастливый такой. Я был там, у Деда Мороза был. Я тут вот... Этот толстолобик, вот такой вот толстолобик словил. Сфотографировался. Отлично. И мне тоже. Пойдем посмотрим дальше. Пошли. Все, и все пошли дальше смотреть. Самая интересная традиция. Вот у людей. Вешать замки везде. Вешать замки. Границы, говорят, на замке. От границы плюс к перелому пополам. Здесь даже спускаются иногда там свадебные пары, кто там влюбился в кого-то. Там Маша, Олег, там Алексей, Александр. Ну, такое тоже бывает, что в Европе популярно сейчас. Вот. Они вот, оп, совет написано. У этого замка Катя и Кирилл дают совет, пожалуйста. Гадание там на картах. Ну, и все остальное, что мы все эти замки смотреть будем. Посмотрите, их тут тысячи замков. И вот там играет диджей. Здесь мы вышли. Кто-то одна красавица грустит. Я показываю сценарик, потому что грустит. Такая, ах, что ты мне грустил, что ты потом бросил. А другой новый красивый подходит такой. Пошли. И все, и все пошли. Мусор за собой надо убирать. Дети бросают. Что еще не научили, родители не воспитывают. А древнеримский балкон. В таком императорском стиле. Но балкон он с той стороны. А с этой стороны как бы зрители. Если подняться, вот если можно подняться, посмотрите, в центре вон нарисован круг. О, круг. Ну, это просто обратил ваше внимание, потому что будет столько людей, что круг этот потом не увидите. А сейчас мы видим, что диджей Зерс. Он стоит. Что же ты не даешь мне выступить? Мой диджейский сет, говорит диджей Зерс. Говорит, посмотрите, как я могу играть в вертушки. Ну, вот такая вот Наталья у нас. Иринишна. Красивая. Прическу себе сделала. Эти кудри налила. Собирала колосков каких-то. Ну, это немного мутирующий сорт. Вот если присмотреться, здесь груши и колоски. Вот так вот она это прививает. Потому что это ботанический сад. Он прививает людям любовь к природе, а природу прививает друг с другом. Получается такое. Главное, что у нас. Вот эти вот, чтобы цветочки никто не топтал. Никто не топтал цветочки. Нельзя топтать. Вот так нельзя топтать. Все. Плитка сделана для людей. Тротуар сделали. Подземный переход построили. Ну, это потом. Дуб. Дуб. Очень извилистый дуб. Снимался в мультике Король Лев. Вот там солнце такое и такое дерево. Вот, дуб, пожалуйста. Тогда не было еще скворечника. Это был еще 97-й год. Если вы увидели этот дуб, значит, вы недалеко находитесь от лебединого мостка. Я назову его так. Ну, называйте его как хотите. Вот тут вот. Главное, лебедя не спугнуть. Вот. Они ищут своих детей вот там вот. Как рождают детей лебеди? Они их находят там под водой, вытаскивают на поверхность и все. Это лебеди-тусовщики. Они уже привыкли, они приучены. Но главное, опять-таки, не пугать лебедей, не заигрывать с лебедем, потому что лебедь, он человеку может голову скрутить. Лебеди не трогать. Вы тут тусуйтесь, вы смотрите, какие красивые. Они моногамные. Вот лебеди говорят, что если мальчик, например, там, заболел, помер, женщина никогда не найдет себе другого лебедя. И также, если наоборот, женщина-лебедь, это я биологическую заметку. Вот она, например, утонула, вот так голову опустила, перебралась со временем. И мужчина ходит, он никогда к себе к другую бабу в дом не приведет. Всегда вдвоем. Свистеть не умею. Мы уходим с лебединого мостика. Нам не удалось посмотреть, узнать лебедей поближе. Вот на этой природе тоже будет танцпол. И тоже будет активити, скажем так. Но пока мы не расскажем, когда придете, сами узнаете. Вы даже не узнаете эту зону, вы только посмотрите между двух скамеек, и вот эта вот будет зона. Вы посмотрите, так это же для скамейки, а где поле? А потому что все будет заполнено людьми, красивыми такими и диджеями. Все будет здесь. И дуб. Дуб останется. Обязательно сфотографируйтесь, как настоящий симба фотографировался под дубом, под таким. Легендарная фишечка. Вот много тех, кто были в этом саду ботаническом, но люди не знали, что здесь, в ботаническом саду, находится станция, где въезд в метро находится. Идем, покажем. Вот рельсы уходят с земли под землю. Вот здесь вот находится как раз въезд в метро. Вот здесь вот поезда, когда они, ну, у них каникулы там, например, они въезжают под землю. Станция Академия Наук. Мы провитание, дверы зачиняются. Вот такой вот можно сфотографироваться, но, конечно, это секретный объект, вам лучше этого не показывать. Там квадратиками заделаем. Лодочка. Не гребли, а целовались, когда на лодочке катались. Вон даже есть канистра, если там топливо закончилось, Михалыч берет, там еще осталось немного вчерашнего. Оп. И все, пожалуйста, лодка. Когда толстолобика ловят, вылавливают, сюда кладут вот на эту, как это, безумный Макс, там, время возмездия, вот такая решетка сразу накрывается, и толстолобик такой, сразу. О, пожалуйста. Но это трогать нельзя руками, потому что только, ну, если так посмотреть, опять-таки, в качестве декорации. Ну, и, конечно, трон короля Танцпова. Тот, кто вообще самый отрывной такой человек, он потом отрывается всю ночь, вообще все спят, кто-то там что-то, а он все тусуется, вот весь в тусе, он потом приходит вот на этот трон. Такой вот. Блин, как я уснул. И все, и вот так приходит день знаний, первое сентября тогда начинается. И просыпаются, детишки уже в школе двоечники, получают там этих самых, за домашнее задание. Трон короля вечеринки, обязательно вот это запомните, он находится прямо напротив лодки из кинофильма «Безумный Макс». Вот трава покошена красивая, на ней можно сесть, в попе мягко, воздух свежий, и вот фэшн-маркет какой-нибудь, ну, вы увидите там. Люди такие добрые все будут ходить вам, улыбаться, и вы будете ходить улыбаться и наслаждаться. А то вот диджей играет там у вас за спиной, со всех сторон что-то. Для бабушек предусмотрены пеники, приходите с бабушкой обязательно. Вот и подходит к завершению наша с вами обзорная экскурсия. Надеюсь, вам понравилось посетить ботанический сад вместе с нами и окунуться в мир дикой природы. Поэтому встретимся 29 августа здесь же, на Фандэй, где мы с вами затусим тут, там и сям, где можно будет подвигаться, где можно будет потанцевать, где можно будет полежать, где можно будет постоять, где можно будет делать абсолютно все. ждем вас здесь на Фандэй 29 августа.